всем привет у меня на канале друзья ну как бы не снимаю пока видео почему потому что но машина не ломается все работает но тут приступила предложение рассказать как поменять ремень грм поэтому сегодня видео будет такое но я не буду менять конечно ремень грм на своей машине почему потому что мне до замена 30 тысяч километров я просто расскажу и покажу если вам будет интересно отвечу на вопросы в комментариях как я это быстро делаю и видео будет такое буду показывать и уделять значит на некоторые моменты особое внимание постараюсь это сделать более доступно значит что для этого нужно но нужно во первых открыть капот конечно так потом значит все освобождаем снимаем вот эти вот патрубки вот сейчас здесь покажу снимаем в воздушный фильтр также снимается верхняя крышка вот это я сделать вам сейчас смогу и покажу чтобы мы дальше видели что мы будем делать вот мой ремешок да не за замена 30 тысяч километров вот если можно наблюдать где-то трет немножечко но может это самом начале бывает обычно такая после установочки по центру где-то что-то видимо пластмасска подтирает далее значит потом крачу машину снимаем колесо снимаем шкив шкив и снимаем снимаем ремень генератора снимаем он те шкивы вот снимаем нижнюю крышку ставим машину на первую передачу далее значит надо обязательно выставить машину по меткам здесь вот вы видите есть метки так здесь у нас есть меточки вот на крышке открываем пробку в коробке передач тоже выставляем пометки вот смотрим на как на что у нас показывает значит трамплер на 1 на 4 литра на что у нас выставлено зажигание можно поставить значит метки а можно метки не ставить вот вы так вот сделали все сняли все у вас готово да далее я беру обычную беру обычную вот такую канцелярскую замазку и например вы берете и вот здесь вот зубчик так красите его в белый цвет сайте меточку на этой шестерен очки для гарантии я всегда чтобы потом не перепутать вот ну мало ли там я еще например через два зуба ставлю еще одну меточку вот вот ставлю метки все и даю высохнуть это на верхней шестеренке теперь когда мы конечно не могу сейчас снять крышку он там есть шестерня промежуточного вала на промежуточном вале я ставлю одну меточку и соответственно на шестеренке коленвала я тоже ставлю одну метку все это хозяйство высохло берем ослабляем ролик натяжной вот натяжной ролик ослабляем его и снимаем ремешок возьму для примера вот например пускай это будет наш меня нету второго ремня грм пускай это будет наш ремень тот который мы сняли то есть вот мы ставим две метки значит верхней шестеренке меточка у нас промежуточного вала и меточка у нас вала коленчатого все что дальше делаем дальше ложим высохший этот ремень ложим новый наш ремень и просто-напросто составляем зубья так и на новом ремешке мы также ставим меточки поставили метки все ждем курим 5-10 минут метки высохли старый мешок сторону у нас появился ремень вот к примеру вот так вот меточками где это показывает у нас значит как мы должны его одеть по верхней шестеренке это по промежуточным валу шестерни а это по коленчатым и после этого значит мы смело не боясь ничего и просто вот по этим меткам по этим которые у нас остались на шестерне мы одеваем новый ремень с этими составляя эти же самые метки то есть раз одели здесь одели на промежуточный вал и одели на вал коленчатый потом просто вот ну я показал только что да все вы бояться ничего не должны у вас все меточки совпали значит у вас будут совпадать будут фазы газораспределения и вы ничего не собьете аккуратненько натягивайте вот с таким вот натягом ну как бы все же знают да то есть чтобы ну так скажем с таким натягом чтобы было не совсем легко перегнуть под 90 градусов ремень натягиваем ролик все собираем в обратном порядке то есть ставим крышечки ставим одеваем коле это как у одеваем шкивы одеваем ремень генератора ставим верхнюю крышку одеваем колесо ставим назад ставим корпус воздушного фильтра корпус воздушного фильтра я снимаю потому что мешает работу и ставим патрубок перед этим как это все собирать желательно взять ключик и прокрутить двигатель посмотреть чтобы нигде не упирались у нас там клапана но чтобы он свободно вращался мотор значит что еще перед установкой если я не сказал самом начале то машина поставить на первую передачу когда вы выставили вот это вот все меточки на первую передачу на ручник чтобы она у вас там ну в процессе там мало ли не поехал куда-то не прокрутилась когда вы будете снимать чтобы не сбить ничего и такой метод позволяет поменять на вот этих простых моторах даже без выставления каких-то метод то есть можно вот в тупую приехали встали все машина остыла не на ничего там выставлять там как бы можно и так можно взять пометить снять и поставить назад то есть вы делаете грубо говоря копию своего старого ремня переносите копию на новый ремень я думаю что таким же методом можно и не только на восьмиклапанных моторах меня темень но вот у вас просто копия вас такой лекала получается со старого ремня но и можно менять на 16 клапанных моторах дело в том что просто-напросто надо обязательно зафиксировать положение коленичные распредвалов положение зафиксировать чем-то положение распределительных валов то есть один и второй вы фиксируете мощно там есть специальное приспособление которое фиксирует чтобы распредвалы не крутнулись а только будет снимать ремень и один уйдет туда другой сюда потом гадай куда и чего вот и после этого вы можете точно также сделать вот такие вот лекала содрать ремень и поставить его назад на более конечно уже современных машинах там вообще геморрой там куча всяких ремешков куча всяких выставлений куча всяких адаптаций против после этого и всего прочего но на этих машинах это сделать можно в поле у вас может быть обычная ручка там чтобы вы меточки поставили в поле в поле можете поменять этот ремень ну вот как бы вот такой вот простое видео может быть кому будет полезно на эту операцию уходит там но не больше часа час вот такое простое видео может быть кому-то будет полезно если кому-то видео понравилось обязательно поставьте лайк напишите комментарий если вы поделитесь еще этим видео где-то в своих соцсетях то я буду очень вам благодарен вот на канале есть функция спонсорство кто хочет поддержать канал пожалуйста появится у вас специальный значок что вы являетесь спонсором канала и я буду естественно таких людей поддерживать то есть буду в своих видео рассказывать что у меня есть спонсор где его канал буду частично давать какие-то иные ссылки на интересные видео этого человека на сегодня пока все до встречи на канале всем пока и не ломайтесь